МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время четвертой волны коронавируса потребность в нем выросла. Предприятие Крион – единственное в стране, где выпускают такой продукт. Сутки производят до 150 тонн. До пандемии нашему здравоохранению хватало 50. После тройного контроля качества его развозят по пункту назначения. В таких условиях все силы направлены на поддержку медицины. Поэтому дефицита в больницах нет. МВД напоминает – хранение незарегистрированного оружия вне закона. С начала года изъяты более 600 нелегальных единиц. Больше половины из них люди сдали добровольно. Это результат профилактической работы. К слову, за незаконное действие в отношении огнестрельного орудия, боеприпасов и взрывчатых веществ может грозить наказание, вплоть до лишения свободы на 12 лет с конфискацией имущества. Всемирная организация здравоохранения может одобрить российский препарат от коронавируса «Спутник ВИМ» в концу 2021-го. Это произойдет, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов обеими сторонами. 16 сентября ВОЗ не принимала вакцину «Гам-Ковид-Вак». Это было связано с тем, что на одной из фабрик по изготовлению было обнаружено несоответствие с современным нормам производства. В Могилевской области стартовала профсоюзная акция «Поздравим маму вместе». Принять участие можно до 17 числа. Любой участник рабочей организации имеет возможность передать важные слова для близкого человека через одну из предложенных открыток, бесплатно, отправив ее по указанному адресу. Напомним, День матери отмечается 14 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова